Доброе утро, народ! И пока! Будьте здоровы, до свидания! Мне выпал Black только что, я как Pro. Зайди туда, посмотри, там хоть кто-то из Virtus.pro есть. Elite? Ничего себе! Так, в общем, друзья, всем еще раз привет! С вами теперь уже Каспер. Вилата я выгнал спать, как обычно, потому что он с самого утра сидел, распинался. Пришла моя очередь, я буду с вами сидеть сейчас вот до... Еще сколько там? Игры 4 где-то у нас осталось, по идее. Вице-гейминг против Мух. В общем, сейчас будут Мухи и Вице-гейминг. Есть у нас команда Хрю, есть у нас команда Мухи. Ну, да, игра одинаково подсказывает Вилат. Пик у команды Вице-гейминг мне уже очень сильно нравится. Так, сейчас только кто-то немножко вот так все сделает. Вилат, как обычно, поставит все под себя. Вообще ужас. Непрактично. Просто непрактично. Ну, что у тебя браузер в одном и том же окне. Я его просто забыл передвинуть. Вот это, да, 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 рассказывает. Мне забыл он передвинуть. Все, иди, короче. Спи. Да, да, я сейчас… НСА позовем, мы позовем НСА. Так, так, там 5 seconds remaining. Мейнинг, друзья, я надеюсь, вы меня простите за то, что я сейчас немного времени проведу не по игре, потому что вот так вот у нас импровизация небольшая получилась. Ну, я просто пришел еще во время прошлого матча. Ну, я шпилил паб, как обычно. Боже, команда моя рака в три раза или два попали просто под РП в четвером. Такие рахиты. Причем в решающих драках. Ну, ладно. В общем, команда мухи. Вот она, вот она, главная муха Пак. Дальше еще одна муха Queen of Pain. Я понял, почему они мухи называются. Дальше. Коза ППХ. Те. Никс Ассасин. И также у них еще есть Алхимик. Дальше. Дальше Вице Гейминг. Луни Буси. Боже, Лунь. Просто Лунь. Леон. Фенрир Лешрак. Закоролючка Лайфстиллер. Ту-ту на Нейчерс Профити. И Фу. У нас играет Ли Фу. Фу. В общем, Фу он у нас будет. Shadow Demon. Все. Поехали, поехали. Смотреть за игрой. Так, сейчас тут еще ковер как-то странно. Вилата лежит. Как вообще можно так на коврике играть? Ладно. Где там мой крипстат? Погнали. Трипла, судя по всему, будет. Да, трипла, трипла. Причем интересно. Или Шрак Шаду Демон. Плюс Лайфстиллер. В миде Леон. Вот это тот самый Леон Соломит. Вот это оно. Это тот Леон, который набирает быстро шестой и начинает пальцем смерти тыкать во врагов. Но, видимо, мама в детстве не учила, что пальцем тыкать некрасиво. Но вот мы видим до роста. Товарищ развивал свои способности. Шаду Демон должен идти всегда первый. Естественно, команда вице-гейминг это знает, поэтому он находится сзади. У Лайфстиллера же есть супер большого рейнджа действия Open Wounds. Ну вот он пока еще не качанный, но когда прокачают, я еще раз вам покажу, насколько он теперь офигенен этот скилл. Ну и погнали. Алхимик будет стоять против Леона в миде. И будет у нас Лесная Коза плюс Пак в сложной против Фуриона. Ну, нельзя назвать это сложной для Пака. Я думаю, для Фуриона может быть какие-то неприятности будут, если Коза активничать решит. Ну, нет, нет, нет. Ну и погнали. Вот если будет хороший тайминг, Квапа будет очень сильно проседать, ее могут очень плотно подхарасить. Но посмотрим, будет ли этот хороший тайминг. Потому что IC-капы на StarLadder показали, как нужно стоять против Квапы, только там был не Лешрак Шадоу Демон, там был Кунка Шадоу Демон. Суть одна и та же, на самом деле. И проблемы такие же. Ой, 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 как тут Луни Буси проседает-то. Бедняга под тучкой. Не ожидал, да, что вот такой скилл есть у Алхимика. Ага. В результате у Леона могут быть проблемки здесь. Хотя герой-то рейнджовый, ему особо близко подходить не надо, но он все равно страдать немножко будет. Вот так как-то. И пей фласку. Пей фласку. Не хочет пить фласку. Он ждет, пока в него разрядится Алхимик и убьет его. Но сейчас точно выпьет фласку. Ладно, а у нас внизу убили квапу. Я, как обычно, в своем репертуаре. Ну, значит тайминг хороший. Значит квапа не успела блинкануться. Тут у нас пак проседает. Да ладно, пак вот сейчас против Фреона. Ну, понятно, тут его пеньками задрачивает. Так, тут у нас что? Демон, Лешрак второго уровня. Ну и вот этот Луни Буси. И он, мне кажется, вообще ничего не смущает. Не, он пытается прохарастить Алхимика сейчас. Для того, чтобы когда выйдет Леший, Попытаться побыковать. И, возможно, даже из этого что-то выйдет. Угу. Выйдет. Выйдет из этого Лешрак. Который, кстати, попадает станом. Тут будет еще один стан. Ну и Алхимик отъезжает. Слушайте, вот такие чудеса доджинга демонстрирует игрок команды Мухи. Любопытно, любопытно. И на топе Нейчерс Профита убивает Пак вместе с Козой. Вот. Я о чем и говорил, что если Коза будет агрессивничать, то Фреона будет не сладко. Так, в принципе, и получилось. В это время Лайфстиллер продолжает спокойненько стоять у себя на хардлайне. Квапа ему особо насолить пока не может. Тут много денаев. Видим, что Лайфстиллер топовый по крипстату. Сейчас пока не быкует особо. Никс, чем у нас тут занят? Никс пока ничем не занимается, интересно. Так, тут у нас Козу. Прессует Фреон. Как он беньками-то ее блочит! Какой же жесткий этот ту-ту! Ну, Лешак слишком далеко находился. Так-то можно было попробовать что-то интересное исполнить. Алион с даблдэмэджем и Алхимик, судя по всему, не решается подойти к этому товарищу. Внизу тем временем. Внизу нет лишь рака и трипла вот эта неполная. Она как-то вообще не очень... Пошла еще тучка. Леон уже сейчас будет пятый. И опять вот он с даблдэмэджем начинает нарезать. Тут же Леший хорошо уроумит у нас Финрир. Это минус от Вице-гейминг. Еще один фраг. Очень классно получилось. Конечно, если бы не было ДД у Леона, не факт, что получилось бы так убивать этого Алхимика. Но то, что было, то было. И это, конечно, очень круто. Так. Дальше что? Дальше у нас Фреон продолжает здесь против пака пытаться постоять. Хотя крипсат у них примерно одинаковый сейчас. Кажется, знаю, в чем проблема. Ладно, ну сейчас сделаем так. Ну и Коза переместилась в свой лес. Кстати, вот Вард стоит. То есть он увидит, во-первых, перемещение Никса. Во-вторых, вот спаун и блочит. В-третьих его сейчас Сентриком не спалить никак. Как раз Инесс вчера вспоминала эту тему, что у Радиентов спалить заблоченный спаун очень тяжело. Два Сентря и то не всегда. Они помогут для того, чтобы спалить вообще все споты возможные, которые используются для блокинга. Так, дальше-то у нас там что? Дальше у нас получал пак от Фреона. Фреон уже лвл 5. Пак лвл тоже почти пятый. Вот сейчас он его получит, наверное. И где же экшен? Где же экшен? Алхимик в центре, мне кажется, говорит, чувак, какой экшен? Меня тут уже два раза отмудохали. Хватит, наверное, экшена в этот раз. Ну вот мы видим Лишвак, Шадоу Демон. Поехали. В смоке показывают коварный план Ганга Алхимика. И план действительно коварен. Причем у Леона уже вот сейчас будет седьмой. То есть ульта-то там в любом случае есть. И сейчас будет тыкать он в Алхимика, судя по всему, этой ультой. Так, наблюдаем внимательно за этим товарищем. Товарищ стоит пока. Так, тут у нас недонападение какое-то. Ладно, не будем пока уделять ему особого внимания. Ну и вот же, вот же этот Алхимик. Нет, не хотят на него выходить. Алхимик слишком осторожен. Жучара. Ну, грамота, на самом деле, делает тут все Алхимик. Потому что Федак типа меня уже умер там раз пять, наверное. Кстати, спалили Никса. Ну, против Никса это Дабла не особо хорошо действует. Потому что у Никса есть Карапаси. Вот сейчас попытался развести его на эти Карапаси. Никс, естественно, не разводится до последнего момента, пока у него не остается пять хп. И Никс умирает. Оставляет Лайфстилеру. Очень грамотно все делает. Что Додемон мог добить этого Никса уже раз пять. Но Фраг забирает именно Лайфстилер. А тут Коза что-то потеряла под Тауром. Причем Никс, точнее не Никс, а Леон, он даже ульту не стал прожимать. Он понял, что вообще бесперспективная здесь ситуация для Enchantress. Что и там ничего не светит. Кстати, Пак. Здравствуйте, Пак. Можно поймать его неожиданно здесь. Вот так вот. Вот так вот. Щух, щух. Ну, против Пака не работает строта Витси Гейминг. Или они думают, что мухи настолько раки, что тут даже вот фейсшифт не умеют прожимать. Ладно, посмотрим. Зашел Вилат как-то и хит. Первый раз, который я слышал, заходил в студию мухи, как раки. Не, ну там действительно. Просто Витси Гейминг, мне кажется, они вот чересчур недооценивают противника. Конечно, да, первые несколько мувов, они вот были намекающими на то, что мухи раки. Но пока у них еще все не настолько плохо. Леон поджидает свою жертву. О, вот она, вот она жертва летит. Причем жертва-то Пак. А это очень хорошая жертва для Леона. Подкоп. Испепелил, просто испепелил товарища. Ну, точнее, вражину. Но факт того, что испепелил, от этого не изменяется никак. Так, Фурион у нас сместился в центр сейчас. Фурион будет у нас Мидас собирать. Причем Мидас будет у него достаточно быстро. И Лайфстиллер в лесу убивает Энчандрос. Ага, они вместе с Лешаком это сделали. Да, понятно, все касты есть. Танат. Алхимика. Станат-то неплохую. На пол столба Фенриру залетает. Будут ли сеточки? Сеточки, сеточки на кулдауне, друзья. Никс, потрясающий АИМ, демонстрирует. Ну и... Алхимика зажали. Боже, это просто фейлфест у нас сейчас начинается какой-то. Ну, Никс на самом деле там просто не доставал, судя по всему. Кидал он по земле. А вось там коза будет мансить. Не коза, точнее, а кто-то у них убегал. Леший будет мансить или еще что-то попробует. Тут у нас, кстати, Солкейчер сейчас на Никсе. И... Опен Вунс. Рейджа, правда, нету, поэтому не пробить его здесь. Хороший подкоп в этот раз от Никса. Ну и... Шадоу Демон здесь должен умирать сейчас, да. Есть арба и последняя тычка от Пака. Хорошо. Так, а тут еще и на Лайвстилера напали-то! И вместе с Алхимиком сейчас будут убивать этого Лайвстилера. Лайвстилер успевает разорвать свою порочную связь с Паком, но... под рейджом ему от этого ничего не было. Ладно. Алхимик, Алхимик. Левел 7, как говорил Сокол. В свое время. И... Пак. Уходит на топ. Кстати, сейчас он встретит здесь Леона. Мне кажется, это... А, нет, нет, нет. У Леона же большой кулдаун на ульте, поэтому... Леону тут нечего пока ловить. Действительно, нечего. И вниз ТП. Тут опять же лешишь шадоу Демон. И... Тут же... Никс, 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 Никс. Так, у Леона там, я так понимаю, секунд 30 осталось, да? Где-то. Да, да. Секунд 30 на ульте. Следовательно... Ждем врыва. И мне кажется, что это будет Даггер. Вот. Чуть ли не первым артефактом у Леона. Не, а может, конечно, это будет и Дагон. Чтоб там... Коза, Пак, Квапа. Но на самом деле тут все, кроме Алхимика. Да и Алхимик без формы, конечно, будет отлетать от Леона. Причем от Соло Леона. Так, Леший четвертый. Тут у нас шадоу Демон третий. В плане левелов, вот, для этих суппортов, конечно, крайне важно. Потому что демиджа очень много и молнии. Леший, я думаю, скоро начнет прокачивать в бою. Будет очень хорошо себя вести. Леон. Леон уже с ультой. Леон находит Пака. У Пака 739 здоровья. Леон опять в инвизе, что немаловажно. И вот опять его коварный план может удастся. Правда, вот сейчас на обсервере палятся мухи. И Леон будет выходить в центр. В центре он может найти Никса. Никс уезжает с одного скилла, с двух, точнее, скиллов. Так, Леон, Леон, Леон. Хватает у него еще немножко времени для того, чтобы побегать. Вот сейчас бы он нашел инчу, он бы ее сейчас расчленил. Но Леон пробегает, да. И направляется на нижний лайн, на котором пока что Квапа только стоит. Квапа, кстати, тут спалилась. Сейчас Леон должен выходить на перерез ей. Квапа блинками уходит. И успевает. Леон пока еще никого не поймал. Но он очень сильно этого хочет. У него еще там даггер сейчас прилетит. Да, вот он даггер. И все. Держись. Команда мухи. Где этот товарищ? Вот он, вот он. Я уже, блин, я не знаю, вот как ему сильно хочется кого-то уже заултить. А лучше не заултить. Лучше просто замочить сейчас и получить одиннадцатый, чтобы кулдаун уже был соточка. Ось, ну, 160, это, конечно, не слишком круто. Ага, вот он нашел свою жертву. Ииииии. Иииииии. Прыжок. Хекс. Станчик. И ульт. Красава. Главное, очень грамотное он делал это, карасило еще и с руки. Потому что понимал, что пак там может уйти если его хорошо не прохарасить. Во время хекса, хекс 4, в четверочку. И вот... Сейчас, конечно, Леон становится очень страшным Опять же, с 11 уровнем Правда, кулдаун еще старый на ульте Но Леон с Даггером не будем забывать Это очень страшная сила Так, 12 минута, руна у нас появляется внизу Это дабл дэмэдж Так Вапа ПТ себе купила тайминговая ПТ Ну да, вот ПТ ботов у Квапы На самом деле, я думаю, там у Вице Гейминг Сейчас, да, очень сильное преимущество Очень, очень, очень Уже скоро десятка будет по деньгам и по опыту Уже пятерик Мы видим, что Пак нафармил в два раза меньше, чем Топовый фармер команды Вице Гейминг Нафармил в два раза меньше, чем Третий фармер команды Не Вице Гейминг, а Мухи Конечно, топовый фармер Мухи Фармил в два раза меньше, чем третий фармер Вице Гейминг Короче, я думаю, вы поняли Что-то я с утра начал сговариваться Меня вообще плющит Но я думаю, что ближе к второму матчу Я как-то уже разговариваюсь маленько Да, там человек пишет, я один ничего не понял Я понял, что вы ничего не поняли, ну ладно Так, Рошанчик у нас падает Рошанчик тут, конечно, я не... Ой-ой-ой Нормальный, кстати, курьерчик такой Хамелеон Просто белая стрекоза любви Это просто белая стрекоза любви С Хамелеоном на борту Что он с ней делает только, вот интересно Ну, судя по его отвлеченному взгляду Ладно, ладно, ладно Не буду, не буду ничего говорить А то сейчас меня еще в пропаганде чего-то там Так, дальше-то что? Дальше минус Тир-2 Минус ТВ улька, кстати А, Диаболик есть, да, Диаболик второго уровня Я вот смотрю, как раз-таки, да, он вышку дамажит Ну и что? Размен-то в Ирами, ничего себе Тут, правда, только к вышке подошли А здесь уже вышки нету Поэтому размена может не получиться Леон-то уже летит У Леона вторая ульта И это минус один Это гарантированный минус один Вот кто не верит Дэмэдж 725 Ну, во-первых, тут ХП ни у кого столько нету Во-вторых, все скажут Да, там же резист 25% Но тут есть еще чудесный скилл Который 60 урона наносит Вот Паку видели Тут же Леон Хорошо копает Правда он в сайленсе Давай На! В паке на 200 ХП Красава! Вместо того, чтобы Казу сейчас приговорить Сам почти погибает Потому что тут демон хорошо его сейвит И красава команда Вице-гейминг Вич-гейминг В общем, в порядке играют в ВГ И сейчас они будут забирать Еще один Тир-2 Тауэр Там уже, наверное, третий Нет, пока еще вторые диаболики Леший, кстати, всего шестой уровень При таком сильном доминировании А остальные тогда какие? Тоже шестые Правда, Вице-гейминг Они же все время толпой бегают Поэтому ХП они получают мало за фраги Тем более фраги там Каких-то лоу-левел героев У них, понятное дело, вообще Опыта практически не достается Куда нам там? Еще один Тир-2 Тауэр остался Правильно А Эгис же там еще не сбили Как вы могли сбить, в принципе? Конечно же, нет Там Лайфстиллер Сейчас просто будет изничтожать Ну, ГПМ 535 Хороший Формильный ГПМ Ты почему еще не ушел спать? Тогда придется идти спать Все ведут здоровый образ жизни В1 лад Так, тут сейчас Леон Леона, кстати, скорее всего спалили Да! Леон уходит У Леона тут хекс Такая невидимая жаба прыгает Причем прикольно То, что Инвиста не скинулся Ну, у Леона там через 5 секунд ульта Правда, мана у него нету И непонятно, почему он Мана Дрейн не вкачал Хотя бы там в двоечку Ну, пока что он мог только в 1 вкачать Ладно, у нас тут Съели пацана Ну, реально Ой-ой-ой Потрясающий тайминг от Леона Сейчас, я думаю, фура куда-то наперед может залететь И разбить лицо к вапе Ну, слишком рано Реально там было видно, что Слишком рано Леон Кидает стан Так, ну и пак Готов зачищать свою базу Левел 8, кстати, пак 18-ая минута Ну, все скажут, что он же был в хардлайне А где тогда у нас алхимик? Алхимик левел 9 Ладно, почти 10-ый Тут уже 12-ый У нас Леон И опять же, не будем забывать Ульта-то у него уже готова Правда, она маны стоит Немеряно У него маны столько Нету, сколько она стоит Ну, сейчас вроде Все окей Много подхила Алхимик залетает Квапа Хорошо Ну, отлично Сейв от Леона Опять дизрапшн Потрясающий Алхимик Вот в него бы сейчас засадить ульту Леону и будет Нет ульта в него Найс Стап был уже Леон Лайстилеру надо, мне кажется Просто потерять Айгис И пойти еще подраться Да, вот он его теряет Правда, не на самом лучшем месте Мне кажется Ну, ладно, ладно Все, надо забегать дальше Нет двух пацанов Правда, там таймеры респаунов Очень маленькие Из-за того, что лвла Маленькие у команды Мухи ШД уже второй раз Отлично играет Ну, знают они просто Кого будет выкусить Команда Мухи Скорее всего Кого они будут выкусить Потому что действительно Леон тут главная угроза пока Остальные-то что Побили, побили И отъехали Так Лотарчик Ой-ой-ой Энчантрыс Потрывал он ноги Так, тут хороший подкоп от Никсая И Фура отсюда не должен уходить Опять хорошо играет ШДу Демон Опять отлично сейвит И Фурион начинает на развороте Навешивать плюхи Хорошо, как залетает Одного успевает забрать Правда, его сразу же разменивают Будет он делать Точнее, байбэк Да, и сразу же начинает Залетать в драку Вот он он Уже навешивает Или ему навешивают Есть, правда, у него лотарь Да, вот импетус последний промазал За то, что ушел товарищ вновидист Но Леон уходит на базу Подригенится Собрать себе, наверное, догон Я бы именно его собрал Нет, форстав Слабый Леон Гэгэ, пишет команда мухи Вот так вот И левают Нормыч Нормыч Что тут можно еще сказать Пишет, да, что стрим-шивер упал Поэтому наш стрим Из андер-контрол Бай инглиш юзерс Но нет Нет инглиш юзерс Гет аут Ха-ха Не, на самом деле ШД отлично отыграл Леон тоже красава Друзья, мы с вами уходим На самый небольшой перерыв Надеюсь, самый небольшой перерыв Я сейчас посмотрю Какая у нас там следующая игра Следующая игра у нас должно быть Что-то интересное Так, вот они ВГ мухи А, нет, следующая игра Тоже такая себе Роял против Орэндж Мы ее, конечно же, с вами посмотрим Дальше ДК Реттлснэйк Будет интересно Потом Реттлснэйк Лджди Инт Тоже будет интересно И потом Хрю Реттлснэйк Но там не факт Что будет интересно Хотя, кто его знает Увидимся Чуть позже Никуда не пропадайте Немного Музычки, наверное Продолжение